Доброе утро всем, 8 часов у нас всех провела, Гришка даже в школу пошел, потому что он спал в принципе всю дорогу, то есть с 10 часов мы как выехали, он спал до 2 часов, ну и потом пока мы приехали домой, там 2 с чем-то мы приехали, и в общем, только вот этот промежуток, пока мы с Дениской там ехали минут 15 или 20, то он не спал, а я вот еще хочу спать, не могу, какая-то такая усталость, именно мышечное горло болит из-за того, что мы, получается, в субботу на дне рождения наорались в караоке, и вчера я так орала, когда Гришка дрался, блин, я вообще не думала, что я буду орать, я видела другие бои, и родители орут, ну, у меня даже не было позыва орать за других, даже болеть именно, хоть даже за мышцовики, ну не знаю, ну нет у меня вот этого, но когда Гришка вышел, боже, я так сильно кричала, теперь горло прям болит, вот там, в общем, понравились нам, в принципе, соревнования, но я, если честно, не думала, что это будет так долго, что награждение аж до 10 часов продлится, ну вообще это нормально, кто-то говорит, что и в 2 часа ночи только там из Ростова выезжали с соревнований, поэтому как бы я считаю, что это нормально, просто что для нас это первый раз и вообще непривычно, но ничего, теперь мы будем знать, Грише, конечно, не очень повезло с противниками, то есть у него было 3 боя до первого места, ему нужно победить было первый бой, и тогда бы он по-любому получил 3 место, но у него был очень сильный противник, ну очень, ну понятно, он был с синим поясом, он ходит уже 2,5-3 года, мы ходим 5 месяцев, поэтому в весовой категории это нормально, но Гришка, ну было видно, что соперник, конечно, опытнее, что он, ну прям действительно опытнее, потом он дрался за, мы видели его бой именно за первое место, он его проиграл, у него второе место. Гришка, конечно, очень расстроился, он расстроился даже на фоне, ну он лично за себя расстроился, у него даже слезы на глазах выступили просто от обиды, что он проиграл, но получается так, что я посмотрела списки, посмотрела фамилии, говорю Грише, вот из этих двух, то есть они выходят на татами, я говорю, смотри, с кем-то из них ты будешь драться, мы смотрим, два синих пояса вышло, и когда потом объявляют Гришу Довголя, то на соседнем татаме у нашего же тренера еще девочка один бой, и Гришу получается некому выводить, ну вот так вот получилось, да, что одновременно, и Гришу выводил с нашей команды, да, которая смышастовская, которая тренируется у нашего тренера, синий пояс, желтая полоска, ну уже взрослый достаточно же мальчик, вот, и он тоже так и за Гришу кричал и болел, ну понятно, что Гришка немножко даже растерялся, что тренера не было рядом, ну ничего страшного, все мы переживем, будем дальше тренироваться, другие из нашей команды, значит, один мальчик вышел на татаме, первый бой, к нему никто не вышел, естественно, ему засчитали победу, второй бой также к нему никто не вышел, у него опять победа, и получилось, что он дрался, у него был всего один бой за первое место, он его проиграл, и у него второе место, вот один вот так, а у другого было медали, которые вот вместе с Гришей они начали ходить, мальчики, потому что в его весовой категории всего три человека, поэтому по-любому он проиграл бой, но он получил третье место, да, Гришке за это немножко обидно, то есть они тоже проиграли, но им их наградили, они как бы вроде бы и победители, и они даже так и не расстроились, что вот так вот получилось, потому что они все равно победили, вот Гришка за это, ну ничего, я ему сказала, что нужно драться действительно с сильными, чтобы победить, вот это тогда действительно победа, а так один не пришел, другой не пришел, это тоже победа, потому что это никто не виноват, да, вот просто так вот повезло, но это не прям победить сильного, ну ничего, мы будем продолжать тренироваться, я, если честно, сначала думала, что все, Гришке карате уже не это, но его сэнпай успокоил, сказал, что он даже первые два своих соревнований проиграл, только на третье выиграл, поэтому так вот все нормально, единственное, что это очень долго, дорога уматывает, я вообще забыла, что такой запах этих автобусов, когда печка работает, ну все нормально, мы все выдержали, никого из нас, в смысле, с Гришей не укачало, одного там мальчика укачало, было видно, что детям, да, действительно плохо, у нас были вообще офигенные места, впереди у нас был столик, мы с Гришей нормально проснулись, когда вот туда ехали, покушали, у нас был завтрак с ним, не зря мы с собой брали еду, и там достаточно недорого все продавали, там вот получалось, у дочки лежала или гречка с сосиской, там 60 рублей, пюре с сосиской 70 рублей стоило, ну достаточно приемлемые цены, но все равно когда туда ехали, то еду с собой надо все-таки брать, и все, и бутербродики, и все, вот это, конечно, надо, и надо еще обязательно с собой в следующий раз нам взять одеяло, чтобы стелить и там лежать, потому что мы с Гришкой стелили куртки свои, лежали на куртках, но теперь их нужно стирать, все равно там же пыльно, все же ходят, поэтому в следующий раз будем брать одеяло, но я думаю, в любом случае, в следующий раз будет, мы поедем еще, но просто уже не так скоро, мы все-таки еще потренируемся, то есть Гриша опыта поднаберется, потому что его-то и тут оставят драться с синими поясами, и они его здесь тоже там бьют, естественно, потому что они тоже ходят уже три там года, и кто-то даже больше, поэтому ничего страшного, будем тренироваться, главное, что желание есть, вот, но у Гриши, конечно, в его весовой категории были все синие пояса, и Гриша один оранжевый пояс, ну, потому что вот такая вот весовая категория, в общем, ладно, потому что дети ходят вообще с пяти же лет, можно ходить на карате, а мы пошли только с семи, ну, ничего, я думаю, что мы всему научимся, потому что Гришка, главное, есть желание, и то есть он все слушает тренера, все это, ну, я ему говорю, ты вообще слышал, что тебе кричали, потому что в его бое он, были такие моменты, когда он просто стоял и ждал, пока его, ну, то есть вот эти вот секунды он упустил, ну, понятно, что его ударили, ему было больно, ну, просто будем стараться преодолевать боль. Ой, ладно, сейчас буду завтракать, пить чай, потому что горло прям дерет, вот то, что я его наорала, теперь прям не то, что оно болит, вот, да, как болит, как болело у меня, чтобы даже температура была, а именно вот дерет, сейчас буду приводить себя в порядок, все, жизнь продолжается. Так, у нас уже, в общем-то, три часа, я даже ничего с ним не снимала до этого, потому что то лежало, горло не могу прям дерет, после того, как орала, я уже, по-моему, говорила это, вот, и сильно, короче, не болтала я, вот Афоника сейчас проснулся, и мы с ним уже обедали, мы доедали, вообще все, я ничего не готовилась, уже, конечно, расстроился, а, и тут еще яблочки есть, да, мы тут с Гришей вот сегодня наблюдали, как же у нас почечки себя ведут, что уже почечки, в общем, ожили, проснулись, ну, не хочет, в общем, камера это все фокусировать, но они ожившие, уже они набухли и немножечко покраснели, и здесь вот такой вот красный пипочек вырос, в общем, мы наблюдаем за Гришей за почками, так, а мы сейчас с Гришей будем кушать, борщик я сварила с фасолью, опять постный, потому что ничего не доставали, что, ты, а ты дома будешь, Афоника тут разбирает рюкзак вчерашний, там уже все подоставал, и яблоки, и все, борщик вон твой со сметанкой уже наложила, ну, да, не, ну, мы что-то сразу легли спать, ничего не вытащили, да, и сегодня, Кум уехал, да, приехал, поздоровался и уехал, да, в общем, борщ будем с фасолью, правда, она темная, дети не всегда ее любят, если была бы белая, была бы незаметная, но Гриша все равно ест, ты ешь фасоль? Все, что попадется, да, сегодня уже Афоня нам хорошо машет, на карате мы уедем, Антошке не надо сегодня до логопеда, а Грише надо на... А что? Ну, не знаю, написала так Елена Сергеевна, Давай, Гришуль, тогда обувай сапог. Тогда он на карате тоже не идет. Мам! Мам! Ты дома? Мам! Я не знаю, что я читала логопед, в последнее время сам редко принялась. Почему? Нет. Ну, тогда у него просто ребенок заболел. Сколько раз мы там писали? Бери. Значит, это все... Это второй раз, Гриша. А что, ребенок, ты думаешь, выздоровеет за три дня, что ли? Да. Мы уже давно дома, да, Гришуля? А Гриша сегодня была такая расслабленная тренировка, потому что они там играли в футбол, только в очень трудный футбол, да? С маленьким мячиком. Папа! А? Дома. Дома мы, да? Да. А кто еще дома? А мы проиграли это, потому что противникам из другой команды было больше. Папа! 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 А где папа поехал, Афуня? Бол! Волейбол? Да! Бол! А где твой пупик? А? Пупик! Скажи пупик! Мама! У мамы есть пупик? Нет, ты скажи пупик! Не надо! Пупик! Пупик, да! Антон Сергеевич, как у тебя дела сегодня? Антоша завтра, да, обеда только в садике, да, сынок? Ты рад этому? Потому что ему же завтра привезут ботинки, ему надо их мерить. И я буду дома! Да, и надо мерить, выбирать, какие понравятся, какие подойдут, да? Какие мне? Да. Мне, а не вам! Тебе, конечно. Так, я сейчас сразу кимоно заложила стираться, потому что в среду, получается, нам опять на тренировку, а оно после соревнований не стирано, а целый день Гришка в нём. Поэтому как-то надо всё-таки её простирнуть. И ещё потом нужно закладывать сразу же стирку. И дела потом мы сейчас пойду делать. То, что мы в субботу, получается, ничего особо не делали. Вчера меня не было. И сегодня у меня какой-то такой день состояния и нестояния, поэтому три дня ничего не делалось в доме. И там капец полный. Ну, не прям полный, если честно, бывало и хуже, но сейчас пойду убирать. Вот, Антошек мне будет помогать, да, сынок? Да. Я рада. Я вот так вот поверхностно только убралась на кухне, потому что не надо стучать, пожалуйста. Наставляла посуду, и посудомойка не работает, поэтому завтра всё буду мыть. Завтра буду всё мыть вручную. Потому что сегодня ещё нужно всем обмыться. А так вся вода тогда тёплая потратится. Афоника бегает и говорит, когда мы, мы когда будем купаться, да? Сейчас мама, да? А потом кто? Не надо тук-тук-тук. Нет? Нет. Это что такое? А что это? Нет, это пистолет. Так, кто-то сломал? Ты не знаешь? Скажи, я не знаю. Сломал. Сломал? Да. Там папа приехал? А? Папа приехал? Так, ты рад? Мам. Маму. И сейчас тут строят опять из липучек, да? Лодку. Из этого и как его там? Ну, конструкторы липучки. Мы его называем липучки. Ага. Сразу он всем нужен, да, Афоня? Да. Лодка. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok